Насколько ты мог заметить, в Хардстоне существует огромный перечень карт, которые постоянно пополняются. И так или иначе, насчет каждой новой карты у сообщества, то есть у нас игроков, складывается какое-либо отношение. Таким образом, в Хардстоне существуют карты, которые многие любят, даже если они абсолютно бесполезны. Например, Малый Плавник и Светлячок. Карты, которые любят за их крайнюю эффективность и в то же время не сильную имбовость, как, например, Лазурный Дракон. Карты, которые стали мемами, как тот же Джараксус после ремикса You Face Джараксус и так далее. Но у каждой монеты две стороны, не так ли? Понятное дело, существуют карты, против которых абсолютное большинство ненавидит играть, по перечню причин, конечно же. И в данном топе мы поговорим именно о них. Сразу говорю, что далеко заглядывать я не буду, поэтому Доктор 7 и Доктор 6 упомянут не будут, хоть прямо сейчас я это формально и сделал. Топ будет касаться карт стандартного формата и, думаю, совпадет с мнением большинства. Поэтому, если вы хотите попробовать угадать эти 12 карт просмотра, то ставьте на паузу немедля. И прикиньте 12 карт, которые выводят вас из себя. Я даже подсказку дам. 2 из 12 мест содержат по 2 карты, потому что бесят они практически одинаково. Если вы уже сделали свои предположения, начнем. На 12 месте оказалась эпическая карта мага Ледяная Глыба. Довольно читерская карта, которая практически на 100% гарантирует магу 1 или 2 дополнительных хода, даже если у оппонента будет летал. Тот факт, что дабы обыграть Ледяную Глыбу, требуются исключительно ситуационные карты, как, например, Пожиратель Секретов, раньше Мистик Кезана, Ответительная Ракета или Проклятие Рафама, и повлияло на то, что карта практически в 100% случаях реализовывает себя. Конечно, сейчас Глыба не так сильно напрягает игроков, потому что Фризмак переживает не лучшие времена. Да еще и неизвестно, переживет ли он выход многих ключевых карт из стандарта вольной, чтобы быть играбельным не только в вольном режиме. Именно благодаря тому, что обыграть Глыбу можно только с помощью крайне ситуационных карт, эту карту так не любят. Особенно это проявляется в Риномаге, когда ты со 100% вероятностью можешь вылечиться на все 29 хп после Глыбы и не думать о своем здоровье первое время, когда твой оппонент практически обречен наносить 59-60 единиц здоровья за матч вместо привычных 30. Это если не брать во внимание Ледяную Преграду, между прочим. 11 место и Грязная Крыса Карта, которая от любви до ненависти, как говорится, один шаг. Ты можешь вытянуть как Рено, Казакуса, еще множество карт, чей боевой клич очень важен, как, впрочем, и 4 маны 7-7, Рагнароса, Тяжеленный Таунт вроде Сагота и так далее. Эта карта сейчас играется в основном в контроль колодах, в которых, понятное дело, есть много ремовлов. Выставление Крысы рассчитано на наличие у вас в руке ремовла и маны для него, дабы уничтожить вытяную карту, вне зависимости от ее эффекта, на том же ходу. Однако именно тот факт, что игроки часто забывают об этом правиле, Крыса плюс ремовл и создает столько горения вокруг бедной карты. Десятое место заняла Волна Огня. Не такая популярная сейчас карта в ладере, однако все еще вызывающая огромное количество бугурта заклинания мага на арене. Даже несмотря на то, что шанс выпадения обычных и классовых базовых карт немного уменьшили в пользу более дорогих, Волну Огня можно частенько увидеть. А на арене, где в большинстве своем решает контроль стола, карта конкретно решает, поэтому не включить ее я просто не мог. На девятом месте я расположил нефритовый идол, карту, которая избавила друидов, играющих ее от усталости и проблем с поздней игрой. Хоть небольшую балансность карты и затмил кое-какой другой феномен, факт остается фактом. Выиграть друида с этой картой на контроль колоде очень и очень сложно, если затягивать в лейт. Может сейчас карта и не вызывает конкретного резонанса среди игроков, кроме как бессмысленного заявления гнума о том, что джейд друида невозможно будет победить в году мамонта, когда он делал выводы из пяти анонсированных карт, что на мой взгляд просто гениально. Но я лучше оставлю свое мнение насчет этого акта протеста при себе и только скажу, что может карту и не взлюбило большинство любителей контроль колод. По факту такой большой опасности она из себя не представляет, потому что друид просто-напросто не имеет такого большого количества добора, чтобы в конце игры выставлять более одного джейда за ход, даже несмотря на его статы, в то время как другие контроль колоды могут избегать урона как минимум с помощью различных таунтов или дизейблов. Собственно поэтому я и расположил идол на девятом месте. На восьмой строчке оказался гоблин аукционист. Карта наиболее популярная в разбойнице, хоть и в джейд друиде она сейчас тоже нередко встречается, потому что, как я уже подчеркнул, у нефритового друида появляются конкретные проблемы с добором в поздней игре. Гоблина не любят, потому что если он проживет хотя бы один ход, как это часто бывает в маскировке, то можно уже считать, что игра проиграна, потому что для разбойницы с ее большим количеством дешевых заклинаний аукционист становится чуть ли не вин кондишеном, ведь он позволяет перелопатить колоду вдоль и поперек и закончить игру чуть ли не через несколько ходов после своего выставления. На седьмое место я поставил, наверное, самого противного дракона из всех — драконида-шпиона. С его добавлением жрецы на драконах получили возможность раскапывать любой ответ на ходы оппонента. Раскопать зеленую глыбу против реномага — не проблема. Раскопать лероя — да не вопрос. Ну и не стоит также выпускать бесконечные раскопки драконидов в мирор-матчах дракон-жрецов. Вся суть ненависти к этой карте заключается в том, что ты просто-напросто не можешь узнать, что же там раскопал оппонент. Только если у тебя в колоде не осталась одна карта, что и заставляет тебя играть вокруг карты с твоей же колоды и слегка дезориентирует. Я думаю, именно этот факт и раздражает большинство игроков. Шестое место и карта с кодовым названием «4 маны 7-7». Эта карта практически моментально стала мемом, и я думаю, понятно почему. Каким-то образом, Близзардам обычная карта со статами 7-7 за 4 маны показалась более чем сбалансированной, и штраф в 2 маны для шумана просто замечательным. Однако нередко можно было увидеть, как вытянутый из руки с помощью той же грязной крысы пламенный Безликий, да-да, у него есть имя, заставлял ринологов и прочие колоды сдаваться в тот же момент, потому что карта просто сумасшедшая. Именно возмутительное соотношение статов к ее стоимости и штрафу и сделало 4 маны 7-7 одной из самых нелюбимых карт в Хардстоуне. А перед пятым местом я хотел бы порекомендовать замечательное приложение «Апсент», которое поможет вам накопить на паке нового дополнения, всего лишь скачивая приложение на свой гаджет. Устроив приложение и зарабатывай деньги, скачивая бесплатные игры из App Store и Google Play. За одно приложение платят от 5 до 150 рублей, которые ты сразу сможешь вывести на телефон, вебмани или кеви. А по промокоду плагиат ты получишь замечательный бонус. Ну а топ-5 открывает туннельный троп. Одна из самых, если не самой конченной, один дроп в игре за всю историю Хардстоуна, конечно же, после непонерпленного могильщика. Тот факт, что трог синергирует практически с каждой картой шамана, делает трога настолько нежелательной картой на столе, что очень часто различные ремоулы летят в нее, даже если на столе есть карта чуть сильнее. Частый пример это тотемный голем или тотем языка пламени с приливом маны. Трог имеет чересчур большие привилегии для карты за одну ману, а в комбинации с Буканьером еще до нерфа и глазастиком, можно сказать, авансом выигрывал игру и без того сильным шаманом. На четвертом месте у нас превращение из глаз. Карты с одним и тем же эффектом, однако у шамана она стоит на одну ману меньше, хоть и дает провокацию. Как только я начинал играть, я никак не мог смириться с тем, что снять эффект Хикса в Хардстоуне невозможно, что выводило меня, да и думаю многих других игроков из себя. Потому что если вашего Рагнароса, Сильвану или Тиреона превратят в овечку, вы никаким образом не сможете вернуть их к жизни через того же Нзота или расхексить их, что и отличает эти карты от немоты. Тот факт, что Медрен Шаман, к примеру, может без особых проблем превратить вашего Рагнароса или Смертокрыла в озадаченную жабку и просто заставляет любого нормального оппонента постоянно играть вокруг этой карты и делает Хекс и Полиморф одними из самых нелюбимых ремоулов среди игроков. Топ-3 карт, которые все ненавидят в Хардстоуне, одинаково открывают как Рагнарос, так и Сильвана. Я расположил эти две карты на одном месте по двум причинам. Потому что обе эти карты отправляются в Зал Славы, и обе они относительно одинаково решали огромное количество игр как в ладере, так и на профессиональной сцене Хардстоуна на протяжении всего существования игры. Не сосчитать, сколько раз Рагнарос бил в лицо, когда у оппонента или у тебя оставалось ровно 8 здоровья. Или сколько раз он бил туда, куда ты хотел, просил, молил его ударить. И в то же время не сосчитать, сколько раз ваша Сильвана крала 1-1 паладина рекрута вместо Тиреона. Или ваш Рагнарос попадал во вражескую Сильвану, она его крала, затем он наносил вам летальный урон, даже несмотря на 7 существ у вас на столе. Именно эти карты являются воплощением того, что рандом занимает конкретное место в Хардстоуне, и иногда может решать больше, чем принятое решение игрока. Что в коем роде делает игру такой веселой. Именно поэтому, даже несмотря на столько сгоревших пуканов, Рагнарос и Сильвана навсегда останутся в сердцах игроков и займут почетные места в Зале Славы. Второе место и Рено Джексон. Карта, которую просто обожают игроки контроль колод и проклинают глинами... То есть игроки Агроколо, ведь ты вроде уже добил оппонента за целых 5 ходов. И тут бац, плюс 29 хп. По этому огромному количеству игроков Рено Джексон как раз наоборот является воплощением поражения. Потому что стоит понимать, что разные люди любят разные колоды, что и породило столько любви и ненависти. А так как Рено являлся неотъемлемой частью игры со времен Лиги Исследователей и собой создал новый архетип колод, он не потеряет популярность вплоть до своего путешествия в вольный формат. Ну и топ-1 занимают пиратики-акробатики, один из которых хоть и потерял часть своей силы, однако адская комбо из Буконера и Глазастика навсегда останутся в сердцах игроков, которым удалось поиграть в промежутке между выходом Прибомбаска и, собственно, до нерфа Буконера. Эта парочка давала настолько большое преимущество на первом ходу, что нерф Буконера чуть ли не поставил рекорд, как карта, которую максимально быстро понерфили после ее выхода. Что касается Глазастика, он стал воплощением того, что легендарная карта за одну ману со сатами 1-1 может вносить пользы больше, чем все остальные вместе взятые, и стать канцером меты буквально за считанные дни после своего выхода. Пока ты не ушел, подписывайся на канал, потому что я начинаю замечать, что 80% этого не делает. Не будь рабом системой, подпишись. И тыкай на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео и моих интереснейших и обучающих стримов. А на этом все, я с вами прощаюсь и увидимся в следующем ролике. Продолжение следует...